Илья, недавно в пятый раз сорвался бой Хабиба и Тони, и в итоге UFC свели Фергюсона в бою с Гейджа за звание временного чемпиона, и Джастин ситуационно выиграл. Скоро его ждет война с чемпом Нурмагомедовым за объединение титулов. А ведь там еще где-то рядом Конор Макгрегор, перспективный Дэн Хукер и Чарльз Оливейра, идущий на серии 7 побед подряд. Да и Фергюсон, я уверен, еще вернется и попытается провести последний крестовый поход за титулов. В общем, сейчас легкий вес в UFC однозначно самый интересный дивизион в компании. Все так? Да вот только самое интересное это средний дивизион. Там рубятся настоящие звери и самый интересный расклад. Я вот могу свою точку зрения доказать, а ты? Легко. Давай озвучим наше мнение, подкрепя их аргументами. А вы, ребята, потом рассудите нас, кто же прав. Погнали! Вначале хочу отметить, что в легком весе полно интриг. И самое главное из них, найдется ли тот боец, который сможет свергнуть с трона Орла. Все уповали на Тони, но он наступился и проиграл Гейджа. И теперь все говорят, что Джастин именно тот, кто сможет остановить победную поступь чемпиона. Что ж, в этом есть доля истины. Ведь Гейджа это вольник высочайшего уровня, и у него отменная защита от тейкдаунов, да и удар достаточно тяжелый. Однако, смотря на то, как легко Хабиб выиграл свои два последних боя, можно с уверенностью сказать, что Джастину будет очень тяжело в этом поединке. Начнем с того, что в среднем весе собрались настоящие звери. Техничное десание, многогранный Уитекер, мощный Коста, работоспособный Каноньер, темные лошадки Тилы Хермансон, Деярмэра и Гастулома, я бы не списывал со счетов. Компания что надо. И это означает, что впереди нас ждет огромное количество невероятно интересных поединков с участием этих прекрасных атлетов, представляющих данный дивизион. Также интересно, что 9 мая, второй раз за два года, в легком весе появился временный чемпион. А это порождает массу возможных последующих поединков. Гейджи против Хабиба, Тони против Конора, или Конор Гейджи, Хабиб Тони. Также рядом Парье, Хукер, Фелдер, Оливейра. Не говоря уж о том, что в топ-10 еще вагон и маленькая тележка перспективных и интересных бойцов. И в качестве второго аргумента у меня интрига номер раз. Как долго Адесани еще сможет править дивизионом? Мужик в 19 боях одержал 19 побед, а в UFC он за полтора года провел 8 боев, стал чемпионом и уже однажды защитил свой пояс. Очень интересно, сможет ли он, подобно Андерсону Силви, быть королем в среднем весе на протяжении 7 и более лет? Или все же кто-то сможет скинуть его в сторону? Ведь в бою с Килвином Гастулом мы увидели, что постоянное давление и сокращение дистанции оголяет слабости новозеландца. Ну и конечно, ни для кого не секрет, что в легком весе выступают два самых известных и востребованных бойца ММА в мире. Это Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. А их реванш ждет буквально весь мир. Даже те, кто ММА в принципе вообще не интересуется, и те ждут этого боя. Потому одно наличие этих двух мужиков в данном дивизионе и возможность их реванша делают легкий вес самым интересным и важным в компании. И напоследок, интрига номер два. В среднем весе выступает очень интересный парнишка, и имя ему Эдмен Шарбазян. Все дело в том, что он идет на серии из 11 побед подряд, широкой поступью шагая к титульному бою. Конечно, тяжело будет обойти всех тех монстров, которые находятся выше него в рейтинге. Но кто знает, одна-две победы над соперниками из верхней половины топа и можно побороться за титульник. Но и почему стоит последить за ним, так это потому, что он взял на себя смелость и заявил, что намерен побить рекорд Джона Джонса и стать самым молодым чемпионом в истории UFC. Смелое заявление, и скоро мы узнаем, была ли это просто бравада или же реальная цель. Ведь времени у Эдмена осталось не так уж и много. Успеть нужно в 20 июля 2021 года. Ну что ж, поглядим. Конечно, те мнения, что мы выражаем, максимально субъективны. Ведь во многом интерес к определенной весовой категории основывается на том, где выступает твой любимый боец. Или где больше бойцов, которым ты наиболее лоялен. Ведь любая мелочь может влиять на предпочтение разных людей. Да, и многие люди не согласятся с нами, сказав при этом, что, например, женский полулегкий – это лучший дивизион в UFC. И отчасти этот человек будет прав для себя и для людей, разделяющих его позицию. Поэтому, если ты вдруг не согласен или не согласна со мной, Ваней или нами двумя, это абсолютно нормально и хорошо. Да, обязательно проголосуй за ту точку зрения, которая тебе ближе. А еще лучше напиши в комментах свое аргументированное мнение. Будет очень интересно почитать. Ты на канале It's Time. Обязательно подпишись, если вдруг еще не успел. Прожми колокольчик, чтобы не пропустить весь тот огненный контент, который мы готовим для тебя. И пробей бойцовский лайк. Это Илья Герасимов. Это Иван Неумин. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok